В считанные мгновения эта фотография облетела земной шар, придав надежды демонстрантам, мерзнущим на Майдане незалежности. Она должна была символизировать единство и солидарность, но оказалась поддельной. Это буквально час или два назад партия «Батькивщина» в своем официальном блоге в Твиттере запустила мою фотографию фотошопленную и написала, что пока украинская власть берется в истерике, обзывая собственный народ, весь мир поддерживает украинцев. И вот эту фотографию. При помощи фоторедактора Денис раскрасил фотографии двух самых известных – статуи США и Бразилии в цвета украинского флага, чтобы продемонстрировать якобы мировую поддержку киевского оппозиционного движения. Если запустить любую утку, например, на примере того, что было несколько дней назад, в начале месяца, не дней даже, не будет назад, и то умерла девочка после разгона Майдана. Это утка. То есть ее придумали для того, чтобы подбадривать людей, для того, чтобы им не дать остыть. И это не первый случай, когда ложная информация провоцировала новые волны негодования и придавала протестующим сил. Недавно СМИ сообщили, что президент Янукович согласился вступить в таможенный союз. Эта новость лишь добавила решимости многим манифестантам на Майдане, хотя и Москва, и Киев сразу же опровергли ее. Помните, во время оранжевой революции 2004 года нам внушали, что российский спецназ таится в украинских лесах, чтобы подавлять протестные выступления. Но ничего подобного не произошло. Таким образом, мы имеем дело с пропагандистской войной, психологической войной, главным оружием которой становятся слухи о подавлении протестов украинскими силовиками, а также об иностранном вмешательстве. Слухи быстро распространяются по интернету. Утверждалось, что Россия направит на Украину войска, чтобы подавить акции протеста. Затем говорили, что со всех регионов Украины в Киев съезжается спецназ, и что скоро там же будут танки. Все это сеяло страх среди протестующих. Сейчас украинская оппозиция накаляет обстановку, сообщая о начале разгона манифестантов. Вы можете видеть, насколько напряженная атмосфера царит в украинской столице около президентского дворца. Мы находимся на нейтральной территории. Справа от меня подразделение Беркута, заблокировавшее продвижение протестующих, которые расположились слева от нас, и, как видите, сами устроили своего рода баррикады. Мы наблюдаем довольно жесткое противостояние. Когда ситуация настолько напряжена, любая дезинформация, умышленная или нет, может иметь серьезные последствия. Пол Скотт, РТ, Киев, Украина.